всем привет мы у меня в теплице вчера и помыл и снаружи и изнутри ну как обычно керхером сильным напором все промыл потом разведу фитоспорин в опрыскиватель и пробрызгаю также все стенки конечно это не стопроцентная защита от заболеваний но все же хоть что-то теплицы уже чисто весь навоз отсюда был убран несколько недель назад частично я его отнес на грядку под тыкву частично сложил для дальнейшего перегнивания грядки у меня здесь стоят зеленые это белая горчица посеял ее в качестве сидерата все высадки в теплицу я планирую не раньше 20 мая там ничего не посажено там утка с утятами ходила у меня и здесь тоже перья в дофига да и фиксины для тех кто никогда не видел как растет шпинат вот это всходы шпината уже появились настоящие листики его здесь немного пачки было семян мало очень сорт у меня здесь какой сорт кольчуга вот такой а кольчуга это серия сорт виктория растет он очень быстро от сходов до сбора 20-37 суток буквально месяц и вы зеленью свежей будете это ряд руккола чудесница вот такого плана также она у меня взошла на улице уже но в теплице растет она побыстрее так как-то тепло а вот кстати если присмотреться по-моему это что у нас подумал свекла не не свекла и здесь у меня сидит редиска посеяна часто но процессе подрастания буду продергивать уже начинают завязываться под корешочки она тоже шустрый быстро вырастает 21 день все тыквенные у меня сидят дома три сорта тыквы я посадил потом еще свою посадил это банановый десерт не знаю взойдет не взойдет надо семена со своей тыквы были в банановый десерт вообще отличная тыква такая вкусная сладкая ароматная красивая до безобразия но взойдет зайдет не зайдет на фиг с ним такие семена найти больше не могу нигде а это прям растет таким ковром красиво горчица дожди у нас пошли вчера была жара на солнце градусов 35 кстати забрали у меня вчера совсем маленьких утят трехдневных уехали они жить в лобню к приемной мамке сегодня женщина отписалась сказала что утка вроде их приняла сидят под ней надеюсь чтобы все не будет хорошо саму мамку я отправил уже стадо вообще да она немножко переживала что у тебя отобрали ходила искала сейчас спокойно вот мои паразиты постарше вот здесь бегают в грязи копаются под дождем гулять то весело вам грязюки да ой как хорошо скажи да начали оперяться уже на хвостики перышки появляются настоящие как своевременно выруделись то вылупились чуть-чуть был мороз а потом тепло и вот каждый день так гуляют первое время за ними следил чтобы птицы не не утащили сейчас уже не особо на них внимание обращаю они утку слушаются она к ним гавкнет они раз все спрятались мастер птиц какой-то увидит поскакали как тараканы бегают еще у них любимое занятие после дождика червяки начинают выползать так они их хомячут только в путь вот здесь у меня айсберг зашел хорошо взошел а укроп уже вижу лучок тоже весь вышел посажены под зиму вот укроп сажал рано но долго сидел не хотел сходить холодно наверно было здесь уже кинза вот она хотел вчера перепахать огород культиватор навернулся я не особо разбираюсь в технике в мототехники но предпринял все возможное чтобы его отремонтировать не съездил купил масло новое заменил и свечу поменял и какие-то там отстойники инжектора посмотрел все чисто там карбюратора вернее в итоге выяснилось что просто забит фильтр воздушный сегодня снимал воздушный фильтр заводил без фильтра работает нормально но в итоге взял фильтр отправил его мыться мыльную воду потом прополоскал водой и сейчас у меня сушится в духовке на плюс 50 скоро зацветет куча нарциссов здесь уже зацветают будут разные розовые белые желтые высадил вчера розы на улицу который покупал в карусели когда корни замотаны пленкой такие страшненькие были зато сейчас он какие красавчики высота сантиметров 40 примерно это у нас персиковая оранжевая вестерленд плетистая 2 сиреневая индигалетта тоже вот красавица сажая все на подъеме чтобы вода не заставилась пришлось вчера еще покупать подшипник накрылся у колеса разобрался с сам сделал лесу покупать дорого новая а так подшипник стоит всего 70 рублей от за одну штуку краса обошлось бы тысячу наверно форзиция вот зацвела куст еще молодой поэтому цветов на нем мало но уже радует цветет во всю жимолость окучивают ее шмели но сейчас нет потому что дождь и вот у меня вопрос насколько я понимаю вот это вот маленькие побеги это сеянцы от жимолости если вы согласны напишите в комментариях по моему сто процентов это жимолость в прошлом году видимо птица обожрали ягоды а кости здесь выбросали так вот они все зашли ладно оставлю пока попробую потом посадить посмотрю что вырастет кстати вчера была гроза у нас первое как в стихотворении люблю грозу в начале мая вот посажены тюльпаны прошлом году тесно когда их сажал сказал что хочу что была такая ли и у меня тюльпанчик все они растут хорошо скоро зацветут разные цвета и желтые белые красные и разноцветные пироженки и лили цветные таких только нету все они классно растут просто в траве вот например постоянно их скашиваю и они каждый год вот такие красавчики вырастают может действительно просто на лужайку покидать их осенью и будет поле тюльпанов вам них очень много кроме вот этого тут очень много луковиц еще вот можно выкупать и что там на грядке есть вот отсюда можно их убрать тоже много здесь и две грядки вообще вот это рябчик королевский в этом году какой-то он маленький но все из-за зимы зима дурацкая было в прошлом году он вырастал где-то наверное около метра а в этом году маленькие цветы какие-то него маленькие но скоро зацветет здесь грядку убрал засеял травой все пойду домой эту дождь идет мокро всем спасибо за просмотр пока спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо Продолжение следует...